Буквально 4 раза, вот сколько я помню. Я подъезжаю на остановку, пассажир выходит, девушка просто стоит, может отвернуться, может просто даже не пойти в маршрутку и все. И после чего это? После чего это? Случилось после того, как я проехал остановку Металлурга, где стояла девушка. Я почему проехал, чтобы не накалять обстановку, не нагрубить и все. Не, ну потому что я же говорю, чтобы я молчала, не умничала. По поводу чего? Ну, это ленточка, чтобы я ее отцепила. Ну, вы же, подождите, смотрите. Если я буду что-то вам покрыть, мне брать маршрутку не будет. Подождите, смотрите. Во-первых, вы не попросили ее снять. Вы начали с того, что типа... Не попросила? Я говорю, если вы не можете сами, вам помогут ее снять. Я вам сказал, я на данный момент у меня... Я даже не успеваю смотреть новости и знать, что на данный момент... Вы тоже не разговариваете, да? Вы работаете маршрутчиком, нам только у маршрутка разговаривали. Я вам скажу, вы первый пассажир, который сказал за эту ленточку. Ну вот я вам сказала. Я вам серьезно говорю. Один пассажир зашел, сказал спасибо за то, что вы помните ветеранов. Сергей, я хочу вот объяснить. То, что эта ленточка являлась когда-то символом славы, боевой, да, и то, мы говорим не о Георгиевской ленте, а о ленте славы. Она с цветом немножко отличается. И то, что сейчас происходит в ЛНР, ДНР, что эти придурки, которые убивают наших ребят, обвешаны всеми этими ленточками, они этим гордятся. На сегодняшний день это стал символ фашизма. И мы это должны понимать и должны принимать. И до тех пор, пока идет война, мы не можем ходить и размахивать этими колорадскими ленточками. Именно поэтому она называется колорадская. Не, ну с этим я согласен. Это я понимаю, да. Ну я же вам это тоже рассказываю. Ну вы же не так объясняли, понимаете? А вы просто сказали, вот у вас висит фашистская ленточка у меня. Террористическая, я сказал. Ну или террористическая, да. Девушка сказала абсолютно верную вещь. А вы мне сказали. Ну когда чеченец, который отрезает голову нашему воину, весь обвязан этими лентами, он герой? Не, ну это нет. Он не унижает память вашего деда или... Но с такой точки зрения оттуда. Вот только с этой точки зрения. И до тех пор, пока в Донецке и в Луганске идет война, до тех пор, пока это символ терроризма, мы будем пресекать ленточку. Это наш, ну в принципе, в другом вопросе быть не нужно. Когда я еду туда, на передовую, когда я вижу этих солдат, с ними общаюсь, даже ребята в батальоне АУН, это бандеровский батальон, там есть люди из Донецка, мужики. Они защищают свой дом от террориста. И они презирают этот символ, точно так же. Потому что просто-напросто этот символ потерял свое свойство, понимаете? Не, ну я понял. Деды воевали, уже не канает. Нет, ну девушки видели, что у меня тоже висит... Вы скажете, а что это проблема тех пацанов, это не ваша проблема, правильно? Что вы мне сказали? По поводу чего? Когда я сказала, что у меня муж там и брат там, я не мог на эту ленточку смотреть, надо снять. А вы сказали, это ваши проблемы. А их туда кто-то посылал, они сами пошли, правильно? Вы не уважаете тех пацанов, которые там? Причем здесь у меня тоже девушка, я вам говорил, много знакомых, которые там. И что вам знакомы, ваша с ленточкой, вам ничего не понимают? Кстати, тоже скоро тоже опять туда уйти. И он зашел, он ничего... Я не могу их поговорить. Ну, я не знаю. Илья, ты призывного возраста. В смысле? Ну, как насчет мобилизации? Ну, посмотреть своими глазами на этих уродов, чтобы понимать, о чем мы говорим. Нет, могу просто пригласить проехаться с нами в следующий раз, когда мы будем ехать в АТО. Просто увидеть все своими глазами. Чтобы дать здравую оценку нашим действиям, то, что мы делаем сейчас. Чтобы наконец-то пришло понимание. И чтобы ты мог другим рассказать, таким же людям, которые к этому так относятся. Вы знаете, у нас сейчас такие люди, что они сейчас перекручивают больше в худшую сторону, чем в лучшую. Сейчас вот много вот, если сейчас послушать, вот даже взять из интернет, там вот комментарии, да? Один пишет одно, второй пишет другое. Так же само по поводу АТО тоже. Там один приходит и говорит, что там такой бардак творится, другой говорит, что там такой бардак творится. Знаете, так что... От того, что кто-то говорит бардак или не бардак, я предлагаю увидеть свои глаза. Я не хочу это видеть свои глаза. Я думаю, это не... Есть другой вариант. Можно не поехать в АТО. Можно здесь... Я вот своих троих сыновей завез просто в центральный госпиталь в Киев. Чтобы они увидели людей с оторванными руками, ногами, глазами вылетели. Чтобы они оценили ужас того, что творится. Чтобы они понимали. В принципе, с точки зрения этого, я могу так понять. Я не такой, не понятный человек. Что ты думаешь? Вот я тебе объяснил свое понимание, свое видение. Вот у девушки и брат, и муж находятся там. Она постоянно рискует каждую минуту лишиться их. И она видит вот эту ленточку. Какие у нее могли быть чувства? Вот что ты сейчас к этой женщине чувствуешь? А на улице мороз, и я стою, и вы видите, что я стою. Я гляну, ленточка висит. Я же и сразу никуда не обращалась, никому ничего не говорила. Я вам сказала, что у меня имущий брат там. И я буду стоять на остановке. И вы, ухмельнувшись, поехали дальше. Но ленточку бы не сняли. Стои мерзли. Правильно? Вы же не подумали, не задумались. Вообще ничего. Ни грамма совести, человеческой жалости. Хотя бы. Я хотела, чтобы ее сами сняли все-таки. Или хотя бы из-за того, что вы мужчина, а я женщина. Вы реально понимаете, что я ничего сделать не могу. Так бы пришел мой брат и зашел в эту вашу маршрутку. Он бы не разговаривал. Он начал бить. Пострадали бы люди. Это хорошо, если бы маршрутка стояла. А если бы она была в пути? И он два раза в аэропорту. А приехал в отпуск, еще и попал на эту маршрутку. А в маршрутках и дети, если что, его бы еще и посадили бы? Я думаю, брат бы не стал бы сразу бить. Стал бы сразу бить. Ты не разговариваешь с 7 людьми. Я советую просто заглянуть в интернет и посмотреть, как в Николаеве разворачивались события вокруг машин, которые считали, что колорадская ленточка – это круто. И как они потом ныли с полностью порезанными колесами, выбитыми. Нет, ну я не считаю, что это комфортно. Если бы вчера мы все-таки тебя выловили, прежде чем мы услышали о том, что ты готов, просто ты понимаешь, что произошло все-таки, ты понимаешь, что ты не совсем прав. И не слушай, а просто порезали тебе на ивеки колеса. И поверь, ну такие вот у нас отношения к сепаратистам. Это было бы правильно. Тебе бы легче, ты бы гордился с собой. Мы тоже с собой не особо гордимся, потому что тоже иногда поступаем не так, как надо. Но мы вынуждены этим заниматься только по той причине, что мы не хотим, чтобы в Николаеве происходило то, что происходило. В Славянске, Краматорске, Пиловайске, Волновахе, Донецке, Луганске. Вот в чем весь вопрос. И то, что только благодаря этому у нас в городе тихо. Потому что мы не позволяем вот этому сепаратистскому духу тут подниматься. То, что они там в интернете пишут, диванные сепаратисты, это, ну, до них очередь еще дойдет. Вот в чем весь вопрос. Сергей, скажите, на данный момент ленточка у вас висит? Не, висит ленточка только, ну, флаг Украины. Я считаю просто, что вы должны принести женщине извинения за ее оскорбление. Не оскорбление словесно, а за моральное оскорбление. За то, что она вам сделала замечание, вы повели себя по-хамски. И на этом пока будем считать конфликт исчерпан. Дома повесьте себе, что хотите. Но пока она будет висеть, у вас в машине будет конфликт. Мы вам это гарантируем.